Друзья, уважаемые радиослушатели, дамы и господа, приветствую вас всех на волне радио Славик Фэмили 10.40 м. Меня зовут Ольга Шир, непьющая-поющая ведущая, на английском уже говорящая, благодаря моей соведущей Елене Гирич. Леночка — это замечательный, всем известный преподаватель американского английского в СИЯ Портленд, в СИЯ Орегон и Вашингтон. И не только, кстати, американского английского, она еще обучает американцев русскому языку. Привет, Леночка! Привет, Оленька! Здравствуйте, наши друзья! Приветствуем вас! Присоединяйтесь к нам, начинается программа «Американские английские» с Еленой и Ольгой. Мы отправляемся в уникальное путешествие изучения английского языка, американского английского языка, разговорного, литературного, изучения различных интересных фраз и слов и американского сленга. Как всегда, мы начинаем нашу программу с вопроса, адресованного вам. Мы задаем вопрос, мы озвучиваем фразу или слово американского сленга и просим вас ответить на этот вопрос. Обычно вы очень активны и отвечаете в течение программы, но бывают вопросы сложные. И если мы не получаем ответ в течение нашего эфира, то в конце эфира я обязательно дам этот ответ. Так вот, вопрос на сегодня – это фраза, фраза американского сленга, звучит таким образом. Out of this world. Out of this world. Про меня иногда, когда я слишком много времени уделяю телефону, я out of this world, я в виртуальном мире. Вот как ты, вот действительно, когда мы слышим эту фразу, out of this world, это вообще как ты воспринимаешь? Что это такое? Ну, это значит, ушел в себя и заблудился. Верно. А еще мои студенты предложили другой вариант. Не от мира всего. Может быть так, да? Но это не то. Это все не то? Иначе бы я вам задавала этот вопрос. Было бы так все просто. Но когда что-то, обычно не кого-то, а вот когда что-то называют, что-то есть out of this world, скажите нам, пожалуйста, что это обозначает на американском сленге? Очень распространенная фраза. Наш номер телефона 971-319-1130, но лучше пишите ваши ответы по номеру 971-220-3344. 971-220-3344. И я обязательно эти сообщения прочитаю. Но также можете отвечать под нашей видеотрансляцией в Facebook, где вы сможете нас не только слышать, но и видеть. Это Slavik Family Media Center. Там вы увидите нашу замечательную преподавательницу, ну и меня, студентку вечную, отвечающую на ее вопросы, обучающуюся в прямом эфире. Так что ждем ваши сообщения, либо по номеру 971-220-3344, либо в комментариях под нашей видеотрансляцией в Facebook и YouTube. Да, обучающуюся в эфире и обучающуюся в моей школе. Итак, моя любимая студентка и моя подруга. How are you today? How are you doing? You know, I'm doing pretty well today. Good. How was your day yesterday? Yesterday I had birthday. You had a birthday. Congratulations. Happy birthday. How did you celebrate your birthday? I just started. Do you have a chance to celebrate? Yeah, I just started to celebrate with my family. We drink tea with a piece of cake. And I think I will celebrate on the upcoming weekend. Uh-huh. Yeah. And you will drink more tea? More tea and more cake. Yeah, I think I will go to the restaurant because I used to work and I didn't have an opportunity to go out. Okay, you did work yesterday and you had an opportunity to go out. Yes. But you started, ты сказала, I started to celebrate. Давай спай на толщинку. I started to celebrate. Два глагола вместе. To celebrate. Я начала праздновать. I started либо to celebrate, либо I started celebrating. Я сейчас поговорила с Соненькой о ее дне рождения. Вчера у нашей красавицы был день рождения. И я думаю, что она получила массу поздравлений как по телефону, так и в соцсетях. И как на русском, так и на английском языке, верно? Ну да, большинство, конечно, на русском было. На русском, но ты получила и на английском. На английском было. И сегодня я подготовила для тебя и для всех нас, и для всех вас, кто будет праздновать свой день рождения, кто будет поздравлять именинников. Как же поздравить, интересно, человека с днем рождения? Ну, конечно же, первое, что приходит в голову, happy birthday, да? Но в твоем случае, и не только в твоем случае, можно добавить. С днем рождения, красавица. Как это мы сделаем? Happy birthday, beauty. Yes, или beautiful, да? Есть еще слово красивый. Gore. Gorgeous. Gorgeous. Да, мы можем так сказать. Далее. Мы можем пожелать. Мы тебе желаем хорошего дня рождения. Когда мы что-то желаем, как мы говорим? I wish you a merry christmas. Да. Ну, в данном случае, I wish you, да? И мы тебе можем пожелать. Ну, когда этим песням мы выучили эту фразу. Слушай, и мы можем, да, ну, мы вернемся к тебе все-таки. Мы можем сказать I wish you, да? I wish you. И какой мы можем пожелать тебе день рождения? Замечательный, потрясающий. Lovely. Фантастический. Fantastic. Fantastic. Как насчет слова fabulous? Знаешь его? Fabulous. Я знаю, но не потребляю. Да, это очень хорошее слово, обозначает потрясающий. Fabulous. A wonderful birthday, да? И так далее. Или просто мы говорим have a wonderful birthday, да? Имей прекрасный день рождения. Have. Ну, если мы тебе желаем всего самого наилучшего. Конечно же, это будет как звучать? Best regards. Best regards не слишком. Best wishes. Вот, вот, вот. Так и лучше будет. All the best wishes. Есть еще такая фраза, очень интересная. Послушай ее. Many happy returns of the day. Давай ее напишем. Many happy returns of the day. Happy. Это значит, что тебе желаем еще много-много раз в будущем ты праздновала свой день рождения и жила долго и красиво. То есть, чтобы много раз возвращался этот день в твою жизнь. Many happy returns of the day. Return, как возврат, да? R-E-T-U-R-N. Returns. Many happy returns. Да, ну, конечно, many, да? Много возвратов и так далее, да? Хорошо. Очень часто говорят, я надеюсь, что у тебя хороший день и хороший год будет. Как это будет? I hope you are having a great day and you will have... И будет хороший год в будущем. A great year and above to come. Вот это... Ah, to come. And a great year to come. Далее мы хотим, чтобы все твои желания исполнились. Как мы тебе это пожелаем? Пусть все твои желания исполнятся. Вот как ты думаешь, с какого слова можем начать? Let? Да, я всегда желаю. Пусть ты будешь любимой, счастливой, здоровой. May you be. May you be. May you be healthy, happy and loved. Ну, а мы все-таки пожелаем, чтобы твои все желания сбылись. May your dreams... Dreams... Dreams become... Maybe wishes... Come... Даже не become, а просто come true. Come true. Стали правдой. Да. Теперь пусть твой день рождения будет наполнен чем-то. Опять же, may... May your birthday... Теперь будет be... If all of... Field, field, напиши. Be filled. F-I-L-L-E-D. Be filled with... И далее что ты там хочешь пожелать? Радость, счастье. Как будет радость, кстати? Joy. Вернись к рождецу, да, ты знаешь. Joy and happiness, да? Хорошо. Теперь ты у нас, конечно же, не пьющая, но поющая, моя студентка. Но, а если бы мы хотели, например, я бы хотела выпить за тебя бокал шампанского. Как бы мне сделать тост за тебя, да? Во-первых, за тебя это будет to you, да? Я поднимаю свой бокал, чтобы выпить за твое здоровье. Ну, и все-таки как же это будет? Давайте поднимем бокал или... Let's cheers. Let's cheer, cheers, да, cheers. Это пройдет. Let's raise a toast. Let's raise a toast to you. Toast to you. Sometimes I tell this phrase on a wedding when I'm host. I said, let's... Yes, you're emcee, да, master of ceremony, right? You just use this phrase. Yes. Как сказать самое лучшее еще у тебя впереди? The best is yet to come. Нет-нет-нет, запиши, ты можешь, но есть хорошая фраза. The best is yet to come. Это можешь применить не только дни рождения, но и вообще, когда ты кому-то что-то хорошее желаешь. А есть еще люди, которые переживают по поводу своего возраста. На год ты старше становишься и так далее. А есть такие, которые не переживают? Ну да. Но самое интересное... Дети? Может быть, дети не переживают. Они же, воборот, хотят по поводу, скорее. Понимаешь, потому что ты понимаешь, что ты на год старше, да, становишься? Так вот, есть такая фраза. Не считай свои свечи, а радуйся своему празднику. Как это будет? Don't count your candles. Just enjoy your day. Вот это будет прекрасно для всех. Awesome, I love it. Don't count your candles, потому что обычно свечи... Вот, есть еще смешное, когда человеку много лет, и там, допустим, 60 свечей, то они говорят, давайте позовем пожарную бригаду на всякий случай, когда мы будем задавать свои свечи. Let's call the fire fighters when we blow out the candles, да? Но это тоже сочет. Теперь по поводу еще возраста. Самый лучший, когда вот желают что-то имениннику, говорят, самый лучший секрет молодости, переведет она на английский язык, это брать по поводу своего возраста. The best recipe of the age... The best secret of young age... Young age? Don't share your real age. Don't share или врать! To lie. Lie about your age. The best secret to stay young, да? Самый лучший секрет – это статься молодым. The best secret. Теперь романтический, если, допустим, тебе желает муж или парень, или... Ну да, муж, парень, в общем, человек, с которым у тебя романтические, близкие отношения. Он может пожелать тебе это таким образом. День, когда ты родилась, стал самым лучшим днем в моей жизни. То есть здесь речь уже идет о более близких и сильных, как бы, чувствах. Как мы это скажем? A day when you were born? Без лишних слов, слушай, как это будет звучать. The day you were born. Прям вот без лишних слов. The day you were born? The day you were born. Теперь сейчас – самый лучший в моей жизни. The best of my life. The best day in my life, абсолютно. The day you were born. Wow, so romantic. Да. Думаю, что ты услышала такое. Not. Нет, not yet. Нет, точно нет. Хорошо. Есть еще очень красивое романтическое пожелание. Это может быть твой день рождения, но ты – самый лучший подарок для меня. It may be your birthday, but the best present of the world that you have. You are my best present, my best gift. Прекрасно, да? Хорошо. Теперь что-нибудь еще веселенькое. Ты не на год старше, ты на год лучше. Oh, I love it. Я love it. You are not older for one. Думаю, один год. You are not a year older. You are not a year older. You are just better for one year. You are a year better. You are a year better. Абсолютно верно. Ты выжила этот год. Поздравляем тебя. You survived this year. Congratulations. Ну и все, которые тебя забыли поздравить вчера, наверняка еще спохватились и поздравляют сегодня. Как они будут извиняться за то, что они тебя забыли вчера поздравить? Ну-ка. I'm sorry. I'm a slap. Первое. I'm sorry I forgot your birthday, да? Или, например, да, подарок, который я тебе вчера должен был подарить, тебе понравится. Давай, попробуем. Ну и последнее, как сказать, все-таки с днем рождения, с опоздавшим. С днем рождения, знаешь, что вам? Belated. Это очень интересно. Давай запишем эту фразу. Happy belated birthday. Когда человек опоздал, но он все равно, как говорится, it's better late than never. Лучше поздно, чем никогда. Happy belated birthday. Belated. Одно слово. B-E belated happy belated birthday. B-E-L-A-T-E-D. Happy. Да, да. Вот. Ну все. Ну мы не опоздали. Я имею в виду, я лично не опоздала, я тебя поздравила вчера, а сегодня мы продолжим. То есть еще, кстати, оправдание, когда человек опоздал поздравить с днем рождения своих друзей или близких, он говорит, но ведь мы не один день только празднуем день рождения, мы можем сделать и целую неделю праздник, и целый месяц. Так что мы очень как бы легки на подъемах. We are very flexible. Да, друзья, напомню, наш номер телефона 971-319-1130, а лучше пишите ваше сообщение по номеру 971-220-3344. 971-220-3344. Я сейчас смотрю, у нас замечательно, что иногда субтитры появляются в Facebook, то есть, когда мы говорим на английском, люди могут еще и читать на английском. Это классно. Классно, да. Но получили мы ответ на наш вопрос out of this world. Я думаю, что вопрос оказался не очень простым, поэтому пока ответ-то нет. Хорошо, ну хорошо. Но это явно не от мира сего и не в этом мире, это что-то другое, когда что-то называют out of this world. Ну а мы сейчас поговорим немножечко о грамматике. Итак, я хочу, чтобы ты перевела на русский одно мое английское предложение. Готова? Да, я готова. Ты должна завершить этот проект до шести вечера или утра. Верно, до шести часов. По-русски это звучит до шести часов, before six o'clock. Теперь слушай. Я буду работать над моим проектом до шести. И там, и там до шести часов. Before and till. Абсолютно верно. А в чём разница? И, к сожалению, когда мы изучаем английский язык без, скажем так, родного языка, и мы в ситуациях его изучаем, вот дети особенно изучают так язык, легче. Когда же взрослые изучают язык, они всегда хотят перевести фразу одно и то же на русский язык. И вот в данном случае нам здесь наш родной язык мешает. И там, и там до шести часов. В чём же разница? В чём же разница? Как ты сама бы ответила на этот вопрос? В чём же разница before six o'clock и until six o'clock? Я работаю... Для меня, честно говоря, нет разницы. Нет разницы. Но я думаю, что, кстати, в школе очень часто я использую графические таблицы визуальные. Они очень легко показывают и помогают понять. И так вот я приготовила вот такую вот таблицу. Посмотри, вот посмотри, вот это точка шесть часов. Да? Шесть часов. Вот когда я хочу закончить мой проект до шести часов, до того, как пробьёт шесть часов, это должно быть ранее закончено, тогда я буду говорить before six o'clock. Я должна это сделать. До. Ещё иногда before можно перевести как перед тем как. Перед тем, как что-то это произойдёт. Например, почисть зубы до завтрака, это нехорошо. Например, оденься, переоденься до завтрака. Change before breakfast. До того, как начнётся завтрак. Вот before – это обязательно до того, как что-то случится. А until, вот особенно когда мы говорим, я работаю до шести часов, это значит, я работаю до той точки времени, пока не пробьёт шесть часов. I work until six o'clock. Или я должен закончить, я буду работать над этим проектом. I will work until six o'clock. Да? Чувствуешь разницу? То есть это по времени. Можно также показать любое событие в виде квадратика. Ну, например, до завтрака или до обеда. До того, как наступил обед и там в двенадцать часов. Как это будет звучать? Before. Before lunch. А вот если, допустим, сиди здесь аж до тех пор, пока не наступит обед. Сиди здесь до тех пор, пока не наступит обед. Тогда мы скажем until lunch или till lunch. Вот такая схема поможет вам, поможет вам увидеть разницу между словами before и until. Хотя на русском они, в принципе, звучат очень часто, очень часто они звучат одинаково. Готова попрактиковаться немного? Да. Давай, я буду давать тебе предложение на перевод, а ты будешь стараться их перевести правильно. Я всегда читаю эту книгу, прежде чем я пойду спать. Прежде чем я иду спать. Как мы переведем это? I read this book before I go to bed. Абсолютно верно, да. А где usually поставить в концепцию? I usually read this book. Ну, у нас не usually, у нас было я всегда. I always. Сейчас мы еще повторим. А зачастую мыслить, да? До всяких случаях. Все, показала свое слабое место. Нет, что ты, что ты. Итак, далее, послушай. Я должен заказать отель перед вылетом. I have to book the hotel. Hotel. Наш hotel. The hotel before my flight. Молодец. Далее. Мэри будет в Лондоне до 10 ноября. Мэри will be in Florida until the 10th of November, да? Ты, наверное, не услышала. Я сказала в Лондоне, но это не важно. Не важно. Не важно. Потому что я хочу во Флориду. Во Флориду ты хочешь. Во Флориду. Хорошо. Все говорю не так, понимаете? Я буду дома до вечера. До самого вечера. I will be at home. I think. Until. Until the evening. Да, умница. Until evening. Далее. Он не женится, пока он не найдет работу. She. Он. Ой. He will not get married. He will not get married. He will not get married. Аж до тех пор. Пока он не найдет. Не ранее. Ага. Until. Или until. Так. He gets. He gets work. He gets a job, лучше сказать. A job. He gets a job. Да. Не открывай окно до тех пор, пока не закончится дождь. Don't open the window until the rain finishes. Стоп. Стоп. Стоп, лучше скажи. Хорошо. Хорошо. Я буду ждать тебя здесь до тех пор, пока ты не придешь. I will wait you over here. I will wait for you, скажи. I will wait for you over here. Until you come. You come back. Да? Хорошо. You come over. Да. А вообще эта тема before и until у меня возникла буквально несколько дней назад на уроке в моей группе, где речь шла о том, было такое предложение в упражнении, что человек говорит следующее. Я хочу взять уроки вождения до того, как я сдам тест на вождение. Как он скажет? И вот это вызвало немножечко сомнение у моих студентов. Итак, я хочу взять уроки вождения до того, как я сдам тест. Я думаю, это вызвало до того, как я сдам тест. Нет. Вот это и вызвало. Подумай. Подумай, подумай. Что? Прям ты вплотную до теста будешь? Прям в... Вот тест у тебя в понедельник, и ты еще в понедельник прям до 9 утра будешь... Да, может быть. Вот это очень похоже на эту ситуацию. Вот на эту ситуацию. Вот здесь в понедельник, допустим, в 9 утра у тебя будет тест, да? Но ты будешь брать уроки вождения, ну, самое позже, наверное, в воскресенье вечером. То есть это будет неграмотно, если сказать, Тио? Нет, это будет неграмотно. Как ты скажешь, я буду брать уроки вождения до тех пор, раньше, чем я буду сдавать тест? Как это? I will take driver's classes before I take a test. Да, а вот теперь послушай такую ситуацию. Я не перестану практиковаться водить машину аж до тех пор, пока я не сдам тест. Тут уже не важно. I will not stop practice driving. Так. Until I pass a test. Да, да. И ты знаешь разницу. Take a test и pass a test. Take a test – это любой может стараться сдать тест, а вот pass – это уже сдаешь, не сдаешь, да? Хорошо. Ну, в принципе, на сегодня все. В статье, которая выйдет в следующем месяце, я обязательно освещу эту тему и дам еще несколько других предложений в других ситуациях, чтобы было более понятно, что такое before и как использовать before – это до того, как что-то случилось. и until – это до тех пор, то есть before – это будет перед тем, как что-то случилось, а until – это вот до того момента, когда это уже произошло, любое событие, да? Мы получили сообщение. Ну, мне почему-то пришло, что это жадный человек, куркуль, который сам себе деньги держит у себя, да? Посмотри значение. Скупой, прижимистый человек, совершенно верно. Я думаю, что так как куркуль – это имя… Это отличное название какого-нибудь животного. Мы скажем «гринч» в американской реалии у нас, конечно, это связано с Рождеством, но тем не менее, каждый раз, когда человека могут назвать «гринч», все в Америке поймут, что он жадный и скупой, и даже злой в какой-то степени, да? Нет, это птица, не животное, это птица куркуль. Не важно, это все равно тот, который тянет на себя, скупой, жадный. Вот настолько я помню значение этого слова «куркуль» – это значит «Ой, он такой куркуль», «Ой, он такой жадный», «Он такой скупой», верно? Ну, что-то такое. Еще… Ну, давай спросим наших… Да, это куркуль – зажиточный крестьянин, кулак. Ну, я думаю, что «гринч» здесь нам наиболее будет приятный, самый подходящий вариант для вашей компании. Ну, спасибо, нам очень нравится, когда вы нам задаете такие вопросы. Иногда мы сразу приходим, а иногда нам приходится думать над вашими вопросами. Ну, вообще, животное тоже вроде бы есть. Мне кажется, куркуль – это птица, ты права. Все-таки птица. Да, но если имя нарицательное, когда ты кого-то там, Плюшкин, можешь назвать кого-то, да, там еще кто-то, вот это у тебя куркуль. Ну да, в змеялости совершенно другое. Ну, спроси наши друзья, что они думают по поводу значения этого слова? Почему они пришли именно к этому слову, чтобы назвать? Конечно, что самостоятельно финансово-независимый, да, что он зажиточный, я думаю. Зажиточный человек, который, да. Нам пришел вариант ответа, что это отшельник from this world. Да, и как мои студенты пытались сказать, не от мира свой, нет-нет, это не то. Итак, когда вы говорите «out of this world», это значит что-то исключительное, необыкновенное, фантастическое, чего в этом мире нет. Например, тортик, который ты покушала вчера, или завтра, или в субботу ты покушаешь, ты скажешь «it was so delicious, it was out of this world». Он такой классный, что вот, ну, просто неземной, да, вот есть еще такое неземное, что настолько прикольное, настолько классное, настолько великолепное, да. Вот, у нас сегодня очень суперовая погода, и мы еще раз тебя, Оленька, поздравляем с днем рождения и желаем всем нам и всем вам, наши дорогие друзья, хорошей погоды, чтобы много у нас было вещей, которые мы могли бы назвать неземными. Out of this world. А вот еще, да, еще вариант пришел, оказывается, что-то совершенно особенное, необычное, непривычное, непонятное. Тут не так непонятно, необычное и классное. Вот здесь, в принципе, близко, близко, этот ответ был ближе. Что-то особенное, в смысле классное, фантастическое, не то чтобы непонятно, но, да, мы можем посчитать это как правильный ответ, Оленька. Отлично, Лариса, поздравляем вас. Лариса, нашим победителем. Спасибо большое за участие. Нужно вам передать, наверное, наш набор подарков. У нас есть от Slavik Family подарочный набор нашего мерча, брониды, наверное, разные продукции, ароматизаторы вашей машины и так далее. Может, даже футболочки остались. Но я хочу напомнить, друзья, у нас замечательный преподаватель. С ним сложные вещи становятся проще и легче. И я надеюсь, что, когда вы начнете заниматься в школе Direct Communications, вы тоже преодолеете барьер языка, вы начнете болтать. Со временем, конечно, сначала не совсем, возможно, корректно, но благодаря продолжению обучения у Елены все лучше и лучше. Я вижу, что мой английский растет и растет, поэтому до встречи в пятницу на уроках в школе Direct Communications, Елена. Ну, а вас, всех остальных, приглашаем пройти тестирование и узнать, какой у вас уровень английского языка. Совершенно бесплатно. Позвоните по номеру 503-708-5878, 503-708-5878. Позвоните ей.